Давайте начнем. Тема нашего сегодняшнего вебинара – это вопросы параметризации, которые мы решаем с помощью программы «Автокат». Для того, чтобы немножко, так скажем, раскачаться, я вам хочу сказать, что, конечно, «Автокат» не единственная программа, которая использует успешно принцип параметрического черчения, и «Автокат» в общем совсем не первая программа, которая это сделала. Ну вот теперь в «Автокат» тоже появилось у нас параметрическое черчение, которое мы с вами используем, и, как я понимаю, пока еще немногие решились использовать вот это вот самое вот параметрическое черчение. А почему же не решились? Давайте посмотрим, так ли это сложно, так ли это нужно. Ну и, конечно, как всегда, я хотела бы оградить тех наших коллег, которые, попробовав это, сразу испугались, сказали, ой, какая гадость, да, и убежали оттуда. Что такое параметрическое черчение? Давайте пойдем методом от противного. Что такое непараметрическое черчение? Все знают в «Автокате», да, чтобы провести, например, горизонтальную линию. Мы должны сначала включить режим ортогонального черчения, потом эту линию провести. Ну а если мы забыли включить режим ортогонального черчения, мы проводим линию, она у нас в лучшем случае на глазок получится, да, либо мы с вами будем задавать угол с клавиатуры. А в худшем случае она у нас не получится горизонтальной, и что тогда делать? Тогда надо ее как-то поворачивать, например, командой «Поворот», а тут вот возникнет еще такой опорный угол, который надо преодолевать, опция «Опорный угол». Все это знают, да, вот таким вот образом. И опять, и опять, чтобы эту горизонталь поймать несчастную, я должна либо ввести с клавиатуры 0 градусов, либо включить режим ортогонального черчения. Вот это первая причина применения параметрического черчения. То есть геометрическое черчение, оно чем, скажем так, сложно? Если вы сразу какой-то момент упустили, то потом вам будет, возможно, очень тяжело с этим моментом справиться, и придется его долго исправлять. А вот давайте посмотрим, как справляется параметризация с таким же примером обеспечения точности. Ну, в автокаде, во всех рабочих пространствах есть на ленте вкладка «Параметризация». Параметрические зависимости бывают у нас двух типов. Зависимости геометрические. И зависимости размеров. Я в первую очередь хочу обратить внимание на зависимости геометрические в примере с моей этой горизонтальной линией. Я прочертила негоризонтальную линию, забыла включить режим орта. Ну, а потом перехожу на параметризацию и смотрю на геометрические зависимости. Тут очень есть две интересные для меня. Это горизонтальность и вертикальность. Наносится зависимость таким образом. Вызываю команду эту горизонтальную зависимость. Она просит меня выберите объект. Я выбираю объект. Оп. Объект стал горизонтальным. Ну, другой вопрос. Как ее потом убрать, если он больше мне не нужен горизонтальным, потому что больше этот объект... Вот, посмотрите, что с ним происходит. Он не хочет быть негоризонтальным. Он не просто единомоментно стал горизонтальным, как вот и этот объект. Горизонтальный объект здесь фиксировано горизонтальный. И при любых попытках его потянуть, растянуть, за хвостики, он всеми силами пытается остаться горизонтальным. Горизонтально. Таким образом, первое применить зависимости лично для меня стало очень простое. Все наши вот эти вот страдания и мучения с выравниванием каких-то линий, с какими-то совпадениями можно решить новым способом геометрические зависимости. Здесь опять, ну, если вы... А я так посмотрела, многие обучались у меня автокаду. Если вы уже не первый раз со мной общаетесь, то вы знаете, я люблю простые решения. Я не люблю городить огород. Ну, вот первое самое простое решение – это исправить какие-то вот такие вот недочеты в черчении. Давайте поподробнее рассмотрим эти геометрические зависимости. Какие же тут есть еще, кроме, например, горизонтальности. Есть такая очень интересная зависимость, называется совпадение в точке. Она действует в следующем образом. Вы должны выбрать одну точку объекта, другую точку объекта, и вдруг происходит чудо. Два объекта просто пристыковываются друг к другу, хотя мы их не перемещали, не дотягивали, ну и там не-не-не-не-не. Да, вот это вот было совпадение в точке. Есть зависимость, параллельность. Тоже выбирается один объект, выбирается второй объект, и они становятся параллельными. Есть зависимость перпендикулярности. Опять же, практика применения такая. Шалтай-болтай нарисовали один объект. Шалтай-болтай совершенно произвольно рисовали второй объект. Вдруг захотели, чтобы они были перпендикулярны. Перпендикулярность. Выбрали один объект, выбрали второй объект, и, о боже, они стали перпендикулярны. Но заметьте, пожалуйста, ни параллельность, ни перпендикулярность не накладывают особенность стыковки. То есть стыковаться они при этом ни с кем-то не обязаны. Перпендикулярен стал, но это достаточно. Также у нас есть касание. Вот это вот тоже вот такая очень важная вещь, потому что все знают, как трудно создать отрезок касательный. Сколько тут в автокаде кривотолков, и как мы в том числе на занятиях рассматриваем это на первой части. И я всем говорю, что вот, пожалуйста, дорогие пользователи, будьте осторожны, будьте внимательны. Мы знаем, есть такие объектные привязки. Среди объектных привязок это очень старое средство. Все, кто учился на первой части, знают это. Есть привязка касательная, а есть привязка ближайшая. И очень часто путают привязки касательные ближайшие. Устроят отрезок вот таким вот образом. А, куда-то там, хоп. Ну, а потом вы же понимаете, что это не касание. И потом очень мучаются как бы это исправить. Вот, и мы тут прям-таки такую борьбу устраиваем, что давайте найдем привязку касательную. Давайте вот ее увидим. Вот она, вот она касательная, а не ближайшая. Есть еще способ вызывать временные привязки. Вот если вы на первой части учились, об этом тоже знаете. Если будет над тем вопрос, я могу как бы сделать паузу и рассказать, что такое временное привязок. Но это все простые способы. Это все способы, при которых мы прямо при построении учимся, вот, чтобы сразу сделать касание. Иначе потом никак и никак и никак. Что с параметризацией? Есть круг, есть отрезок. Опять нарисован, ну, можно сказать, чертикак. Касание. Выбираю окружность, выбираю отрезок. Происходит. Ну, такое смещение этого отрезка, чтобы он действительно стал касанием. Но опять, опять, вы скажете мне, он же не пристыковался к окружности. Ну, а кто нам обещал, что он пристыкуется? Мы просили касание, нам сделали касание. То есть тут зависит от длины отрезка, от размера окружности. Вот попадет, что он стыкуется, хорошо, не попадет, значит, не попадет. А можно все-таки сделать так, чтобы он точно состыковался? Да, если мы возьмем привязку зависимость, прошу прощения, зависимость касания, и еще возьмем зависимость совпадения. Совпадение вот этой точки вот с этим объектом. Ой, а вот тут вот отвалилась касательная. Да? Правильно. Потому что это было построение без зависимостей. И вот так-то все время и бывает у нас на чертежах. Если бы здесь было не просто геометрическое касание, а вот такая вот пара зависимостей, касание, плюс совпадение в точке, ни за что бы эта линия прежняя не отвалилась от окружности. То есть надо было, чтобы все это было, да, ассоциативно, надо было здесь тоже строить. Через зависимость касания. Вот видите, не дотянулась, да? Плюс совпадение точки с контуром объекта. Много действий совершено. Казалось бы, ужас какой-то, но в этом есть большая выгода. Посмотрите. Как интересно, не так ли? Больше эти точки не расстаются друг с другом. То есть, да, я совершила много действий, я там что-то там накладывала, эти зависимости, да, но результат. То есть я могу эту конструкцию модифицировать. Зачем мы сейчас об этом поговорим? И вот эти вот точки накрепко связаны друг с другом. Также у нас имеются геометрические зависимости, концентричности для создания концентрических окружностей. Если я хочу, чтобы какая-то точка была на чертеже жестко зафиксирована, я могу на нее повесить замок. И тогда при любых перемещениях, вот посмотрите, кружочек перемещается, сейчас отрезок будет растягиваться, да, но ни в коем случае не сдвинется. Даже если я буду его пытаться сдвинуть, он скажет мне, нельзя меня двигать. Сама зафиксировала точку. Вот. Все остальные точки этого отрезка движутся, а вот первая точка зафиксирована. Значит, фиксация точки. Горизонтальность, которую я уже показывала, вертикальность, которую я показывала, симметрия и равенство. Ну, симметрия – это имеется в виду относительно какой-то оси, да, а вот равенство – это, собственно, равенство геометрических параметров. То есть, например, если есть две дуги, две дуги, и мы ставим его в равенство, то, изменяя одну, мы будем изменять другую. Вот. Таким вот образом, да, две дуги. Вроде бы они у нас сейчас разные. Накладываем на них равенство. Вот они становятся у нас по радиусу одинаковые. А меняя одну, ну, сразу. Ну, тут, конечно, из-за того, что разная у них длина, да, вот они как-то вот по-разному себя ведут. Достаточно забавное свойство вот это равенство. То есть оно симметрию не означает. Оно означает равенство неких геометрических параметров длины или радиуса или чего-то такого. Вот. Что еще хочется сказать про эти вот геометрические зависимости? Любую зависимость можно удалить. Вот мы видим с вами картиночки, значки этих зависимостей. Если нам больше не требуется, чтобы эта зависимость работала, щелчок правой кнопкой по значку зависимости раскрывает меню. Удалить или скрыть. Ну, если я выбираю удалить, данная линия более не обязана быть горизонтальной. Все, меняю как хочу. Могу снова наложить, могу снова, значит, убрать. А вот эти кнопочки, они чисто сервисные. Показать, скрыть, показать все, скрыть все. Ну, показать все понятно, да. Сейчас у меня и так все показано, а вот скрыть все. Исчезли значки. Удалились ли при этом зависимости? Нет. Но скрылись, да. Зачем такая кнопка? Скрыть все. Зависимости бывает очень много, чертежа не видно. И вот для того, чтобы их скрыть, чтобы они просто не мешались. Ну, они работают, прекрасно себя чувствуют. Можно их показать. Вот. А вот это показать, скрыть, для конкретного объекта. То есть надо выбрать объекты, и потом уже на них именно. Ну, так, показать, скрыть. В данном случае не правильно сделала. Значит, скрыть, да, скрыть. Вот. Или на них же показать. Показать. Для конкретных объектов. И это вот такие геометрические зависимости. Примерчик посерьезнее. Тот примерчик, который мы чертим на второй части. И тот, который очень знаком всем инженерам, если действительно вы когда-нибудь занимались, ну, все, кто учились в техническом вузе, хоть сколько-нибудь занимались такой наукой, как физикой, и тем более такой наукой, как теоретическая механика. Вот примерчик, который, я думаю, сейчас прямо инженеры прямо вспомнят свои студенческие годы и, в общем-то, посмотрят. Ну, пример самый простой. Все, наверное, знают. Такой прекрасный, такой прекрасный средств передвижения, как велосипед. Все знают, что мы ни за что не сдвинули бы сами себя, если бы не специальное устройство, которое находится в районе педалей, да, это передаточное отношение, большой и малой звездочки. Ну, и представьте себе, что вы инженер, который проектирует схему, я не говорю подробно чертеж, да, а именно схему кинематическую. Вот это вот сочетание большого и малого колеса, между которыми передается цепью движения. Что тогда вот с этим вот отрезком? Он должен касаться и первого круга, и второго, да? Что с этим отрезком? Он должен касаться и первого круга, и второго. То есть, если я строю, как по-автокадовски положено, классически, я рисую ось симметрии, я к этой оси подрисовываю одну окружность заданного радиуса, вторую окружность заданного радиуса, а потом я строю отрезок, касающийся первого круга, касающийся второго круга, и еще один такой же отрезок, касающийся первого круга, строго касающийся второго круга. Вроде бы все нормально, и все как бы просто. Я тоже считала до некоторого времени, думаю, ну а что такого? А вот когда мне говорят, говорят, ну а теперь давай ты вот у этого колеса радиус увеличишь, а вот у этого оставишь прежний. Я хватаюсь за колесо, я его дергаю, опа, нет, тут не просто подтянуть, тут надо все перерисовать. То есть, в принципе, можно было бы и не хвататься, и не тянуть, а уже просто рисовать сузану. Потому что касание, оно не сохранится. Или более такая банальная задача, там мне не говорят, измени радиус, измени вот между ними расстояние. Я беру команду растянуть, радостно все правильно по правилам выделяю, растягиваю. Вот только касание нарушилось. В данном случае не очень хорошо видно, потому что такие у меня радиусы окружности попались. Ну вот если в эту сторону протянуть, вот сразу видно, что уже никакой не касание. Особенно вот здесь. Инженера, ну вот впервые вот меня попросили такие задачки решать в 2005 году. Инженерам приходится такие задачки решать не только в области теоретической механики. Есть специалисты-железнодорожники, которые строят железнодорожные пути, у которых точно такая же проблема со стрелочными переходами. Есть специалисты, которые проектируют некие такие вот конструкции, да, механические, в которых какой-то там, ну, рычаг или какая-то часть, да, должна растягиваться действительно и потом сжиматься. И вот что я предлагаю с параметризацией. Я предлагаю не просто пользоваться объектами привязками. Я предлагаю наложить зависимости. Пусть действительно будет некая линия. Некая линия. Пусть она даже будет горизонтальной, и я могу ее нарисовать в режиме орта, без всяких параметрических зависимостей. Это не так важно. Могу, конечно, нарисовать ее черти, как наложить на нее горизонтальность. Это вот в данном случае это очень просто, это не так важно. Окружности. Окружности я буду сейчас их центрами сажать на эту ось. То есть вместо того, чтобы, значит, вот тут вот с командой переместить, что-то придумывать, да, я беру параметризацию, беру совпадение в точке. Подвожу мышку к окружности, он мне говорит, центр окружности. Я говорю, да. С чем совпадает? Подвожу к концу отрезка. С концом отрезка. Я говорю, да. Фокус номер два. Подвожу к концу отрезка, потом подвожу к окружности. Это вот зависимость совпадения в точке. На этом примере я хотела бы особо отметить зависимость совпадения в точке. Эта зависимость может определить автоматически некую характерную точку объекта. На окружности это обычно центр. А может произвести соединение с линией, с контуром объекта. О чем я говорю? Давайте еще раз посмотрим на то, как я пристыковала вот этот кружочек к концу отрезка. Соединение в точке. Совпадение, простите, в точке. Когда я подвела к концу отрезка, это было неудивительно. Наверное, у отрезка всего три характера точки, середина и два конца. Все понятно. Но почему, когда я подвела к окружности, мне показали ни квадрант, ни какую-то другую привязку, да, именно центр? Потому что по умолчанию вот эта привязка, совпадение в точке, именно она настроена на центры циркульных кривых, в частности окружности, в частности эллипса. Вот. Поэтому он и выбирает сразу центр. Ну, в данном случае, меня это устраивает. Потом я подвела к концу отрезка, щелкнула, и все получилось. Заметьте, пожалуйста, еще один момент. Один объект у нас все время ведомый, и второй ведущий. Точнее так, первый объект у нас ведущий, а второй ведомый. Давайте я сейчас просто это отмечу, чтобы, ну, так, может быть, кому-то это действительно прямо сейчас пригодится, да, кто-то там будет прямо завтра это пробовать. Вот, значит, первый объект, который мы выбираем, накладывая зависимость, всегда ведущий. Второй ведомый. То есть второй будет перемещаться первым. Я понимаю, что при применении команды переместить – это мелочи жизни, да, но все-таки обратить на это внимание. Если вы не хотите лишний раз потом двигаться. А вот теперь задачка. Отрезок я хочу приложить не к центру круга. Если я его по умолчанию буду тыкать в круг, он меня сделает вот так. Видите, как? Оп, и залез сюда. Ну, а кто его просил? Кто его просил лезть в центр круга? Не хочу такую зависимость. Сделаю шаг назад. У привязки, точнее, у зависимости совпадения в точке есть опция. Посмотрите, пожалуйста, сейчас командную строку. Когда я вызываю привязку совпадения в точке, в командной строке появляется опция объект. Эта опция дает совпадение не с характерной точкой, а с линией объекта. С линией объекта. Причем, тут никто не говорит про касание. Тут говорит про то, что линия сейчас у меня упрется в линию круга, а вот будет ли она касательной – это еще большой вопрос. Скорее всего, не будет. Если только я так не угадала на глазок, что она прям пойдет как касательная, вот это вряд ли у меня получился. Это невозможно пропустить. Тем не менее, я беру опцию объект и кликаю по кругу. Потом у меня спрашивают вторую точку. Ну, вторую точку я уже показываю конец отрезка. Вот что произошло. Посмотрите, пожалуйста. Здесь то же самое. Совпадение в точке. Опция объект. Круг. А у отрезка, да, у отрезка, конечно, причем, кстати говоря, если я кликну здесь, у меня будет середина. Непосредственно кругу касаться, да, а вот сейчас конец. Но опять, речь идет не о касании, речь идет о том, что линия уперлась в окружности. Ну, как будто мы сделали команду, вот, удлинить, вы, наверное, ее знаете, такую команду, удлинить, да, или там обрезать. Вот что-то в этом духе мы сделали. Только через параметризацию. А второе я уже делаю касание. Касание. Первый я выбираю круг, второй отрезок. Вот теперь уже касание. И здесь тоже сначала круг, потом отрезок. А почему сначала круг? А я не хочу, чтобы у меня круги двигались. А вот этот круг меняет радиус. Заметили? Ну, это неизбежное зло. Мы никак не ограничивали его размер, и автокад пока еще не понимает, что нам не хочет, чтобы просто так он трогал его радиус. Ну, это неизбежное зло. Пока с этим ничего не сделаешь. Пока мы не дойдем до второго раздела. Надо немножко подождать вот этого раздела. Повторю еще раз весь процесс. Смотрите внимательно, кому интересно. Смотрите. Совпадение в точке. Круг по умолчанию хочет совпадение установить со своим центром. А я говорю, не надо. Давай будем совпадать с объектом. С линией объекта. Щелк в опцию объекта. И потом уже только щелк в круг. А отрезок указываю конец отрезка. То же самое с другой стороны. Опция объект. Для того, чтобы показать линию круга. Потом уже конец отрезка. Ну и, соответственно, касание. А касание тут уже... Просто я не хочу, чтобы окружности двигались, поэтому вот касание начинаю с кругов. Ну, опять, опять, вот видите, хулиган такой. Да, что хочет, то с радиусом и делает. Не обращайте сейчас внимания на то, что он там хулиган с радиусом, потому что посмотрите, какая обалденная модель у меня сейчас получилась. Эта модель, если ее перемещать, она перемещает сразу все. Если дергать за вот ручки, то есть менять радиус, то меняется радиус, но точки касания сохраняются. Если я меняю этой модели длину, видите, никакие касания здесь не поотваливались, все остается. То есть зависимости, в отличие от старого способа, от объектных привязок, это действительно, извините за режим, гвозди, которые вбиваются в характерные точки, а не просто временная такая, да, вот как бы сказать, на момент построения связь, которая потом нигде не сохраняется. Это действительно такие, знаете, ли гвозди, которые потом никак не отрываются и продолжают работать. Честно сказать, может быть, не стоило это говорить в рекламном вебинаре, да, но честно сказать, мне пока немножко обидно вот за что, посмотрите, пожалуйста. При копировании этой модели, мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы зависимости всегда сохранялись. К сожалению, к сожалению, я могу сказать, что вот видите, как странно, вот как странно, да, не все зависимости остались при копировании. Ну, поскольку компания Autodesk нигде не демонстрирует эти вещи, да, я могу предположить, что это все-таки пока не доработано, что она будет доработана. Ну, вот, понимаете, как, копируешь эту модель, да, и надеешься на то, что зависимости с ней пойдут. А бывает так, что они и не идут. Вот это вот обидно. Хотелось бы, конечно, чтобы при копировании копировались и объекты, и все их зависимости, а не так, как получилось в данном случае. Ну, скажем так, для специалистов нет никаких преград, да. Я смотрю, какие зависимости у меня остались. Вот я вижу, что остались совпадения. Что тут у нас слетело? Слетело касание, я его наложу просто сейчас, и все. Вот. Поэтому, да, вот еще бы, конечно, при редактировании все это сохранилось бы, и тогда вообще была бы просто песня. Дальше. Мы можем с вами сейчас наслаждаться вот этой вот игрулькой. Мы можем призвать на помощь команду свойства. Я напоминаю, Ctrl-1. Есть у нас такой способ вызов палитра свойств. Ctrl-1. И в палитре свойств, опять же, играться с радиусами, но уже с помощью цифр. Зависимости при этом все будут сохраняться. Вот я поставила радиусы. Ну, что неприятно. Геометрические зависимости не очень уважают размеры наших объектов. И если вы обратили внимание, я поставила маленькому кругу в радиус 170, потом изменила радиус большого круга, но при этом изменился радиус маленького. Ну, как это так? Это же нехорошо. Поэтому я могу записать большими буквами. Геометрические зависимости не должны применяться безразмерно. То есть, если уж мы взялись за это дело, надо разбираться до конца. А что такое размерные зависимости? Размерные зависимости – это то, что очень широко применяется, например, в программе Inventor или SolidWorks. И вот когда специалисты, уже попробовавши SolidWorks Inventor, переходят на автокад. По каким причинам? Ну, потому что, может быть, специалисты поняли, что работу поменяли. Они всегда приходят и говорят про обычные автокадовские размеры. Ой, мы вот тут поставили обычный автокадовский размер. А повлияет ли он на нашу деталь или нет? Вот что мне говорят такие специалисты, которые, значит, вот уже пробовали там SolidWorks и Inventor, например. Так вот. Ставят обычный автокадовский размер. Заходят в редактирование размерного числа. Пытаются что-то, значит, здесь вот поменять. Как бы не так. Вот обычные автокадовские размеры обмануть можно, но заставить влиять на деталь нельзя. Потому что обычные автокадовские размеры, они, как вам сказать, они являются аннотацией, то есть они пояснение к чертежу, но не средство управления. Пожалуйста, на это обратите внимание. Обычные автокадовские размеры, они не влияют никак на деталь, сколько ты тут не напиши. И более того, это является сущим обманом, и лучше бы так вообще-то не делать, очертить сразу так, чтобы справлять не приходилось. На самом деле тут осталось все то же число. А вот параметрические размерные зависимости, вот эти вот влияют. И очень даже влияют. Посмотрите, пожалуйста. Я не размер сейчас ставлю вам известный. Я сейчас с панели параметризации, с панели размерной, ставлю линейную размерную зависимость. Это совсем другое дело. Она ставится технологически, прямо очень похожа на размер. Посмотрите еще разочек. Тоже прямо просит точки прикрепления, тоже вытаскивается, тоже вот так ставится. Но внешний вид, во-первых, совершенно другой. Во-вторых, я вам скажу по секрету, эта зависимость не выводится на печать. Не выводится на печать. Поэтому тут как бы совсем другая цель. Цель такая. Вот сейчас у меня посчиталось это расстояние, мне сообщают, у тебя расстояние вот такое-такое-такое. Если меня оно устраивает, я могу нажать на Enter, и автокад это расстояние ставит. В случае же, если мне это расстояние надоело, я захожу двойным щелчочком, как будто я собираюсь редактировать размер. Вот посмотрите, какое средство хорошее. Элегантное очень решение. Как вы привыкли в размер, извините, лазить, дорогие мои, чтобы его обмануть, также вы сделаете здесь двойной щелчок левой кнопкой по зависимости. Меняете циферку. Следите за моей картинкой. Сейчас я нажму Enter. Очевидно, оказано влияние на нашу конструкцию. И вот эта линия изменила свой размер. А коль скоро кружочек-то к ней был пристегнут намертво, так же переместился кружочек, а еще, если вы помните, намертво были пристегнуты концы вот этих вот двух отрезков. Конечно, есть зависимости. Все аналогичные нашим с вами размерам. Причем здесь даже идут модификации, посмотрите, какие, да? С соблюдением горизонтальности, с соблюдением вертикальности. Ну, вот это, конечно, перевод не очень правильный. Выравнивание, не выравнивание, а параллельная зависимость, да? Параллельная зависимость. С сохранением направления линии. Есть радиальная, есть диаметральная, есть угловая зависимость. Все эти зависимости вы очень легко сможете поставить на свои объекты. Если вы умеете ставить обычные автокадовские размеры, то технология создания зависимости размеров абсолютно один в один, как простановка обычных размеров. Ну, посмотреть, наверное, диаметр. Он просит, выберите дугу или окружную. Ну, вообще, у меня такое впечатление, что я ставлю диаметральный размер. Ну, только единственное, что он не выносится наружу, остается внутри почему-то, да? А вот положение я его все равно ставлю. И потом меня приглашают внутрь размера, либо согласиться с тем, что есть, мне ввести что-то свое. Накладываю такую же диаметральную зависимость на маленький кружочек. Тоже, вот видите, вот он ставится куда хочет, конечно. А это совсем не важно, потому что он все равно не печатается. Ну, он мне говорит 301, я говорю, ну, давай ввести. Вот наложение диаметральных зависимостей. Вот, значит, в целом, в целом мы на параметрическую модель накладываем зависимости геометрические, зависимости размерные и получаем некую вот такую вот, значит, конструкцию. Что касается размерных зависимостей, они, коллеги, именованные, именованные, поэтому вот тут с копированием у автокада почему-то вдруг все стало хорошо. Смотрите, я скопировала эту модель, и автокад не дурачок. Вам там какой-то, посмотрите, он другие имена задал этим зависимостям. Видите, здесь было D1, дистанция 1, да? Здесь уже D2, дистанция 2. Почему? Ну, потому что они могут быть разные. Вот вы же знаете, что бывает, если в чертеж попадают два одинаковых блока с одинаковыми именами, да? Автокад просто не примет второй блок, если блок с таким именем есть уже в чертеже. Хорошо, пример попроще. Вы же знаете прекрасно, что бывает, если создать слой с точно таким же названием, как у вас уже есть. Автокад будет кричать, ругаться, пока вы не назовете слой по-другому. А здесь он поступает очень корректно. Понимая, что мы хотим скопировать детали с зависимостями, он просто продолжает их нумерацию. Умничка! Вот это мне очень нравится. Вот геометрические, видите, отвалились опять, да? А размерные нет. Очень интересно это сделано, конечно. Конечно, не хочу ругать компанию Автодеск, они это хорошо все сделали, но жалко, что отваливаются геометрические. Обидно это как-то. А размерные прям прекрасно. Даже нумеруются. Ну и, конечно, очень важная часть этих размерных зависимостей – это назначение им взаимоотношений между собой. Я могу использовать формулы простейшие, сложные, более, скажем так, сложные. И я могу это делать двумя способами. Я могу смотреть на эти обозначения размерных зависимостей, все их запоминать, все им как-то там, да, значит, как-то их контролировать, так в голове держать, да? Или воспользоваться такой замечательной командой, как диспетчер параметров. Диспетчер параметров – это перечень всех размерных параметров, которые есть у меня на чертеже. Если меня не столь интересует, в каком именно месте она нанесена, если я точно помню, в каком месте я наносила эту размерную зависимость, я могу спокойненько открыть диспетчер параметров и установить какие-то между этими зависимостями правила. Но то же самое я могу и непосредственно чертежей делать в зависимости. Вот я два способа сейчас покажу, выбирайте, какой вам удобный, более удобен, они абсолютно аналогичны, эти способы, поэтому смотрите. Вот, допустим, через диспетчер параметров. Я хочу, чтобы расстояние 1 вычислялось как? Удвоенная сумма диаметра 1 и диаметра 2. Значит, это 2 умножить на... Скобка открывается. Диа 1 плюс диа 2. Скобка закрывается. Что получилось у меня здесь? f от x, d1 равно 2 умножить на диа 1. Я ничего не использовала, кроме клавиатуры. Скобка с клавиатур, умножение с клавиатуры, двойка с клавиатуры. Ну, естественно, диа 1 писала по-английски. Вот. Хотите, если проверьте, да? Получается, 2 диаметра. Это 1200. Здесь 400. Вот и получается, да, значит, их сумма. Я могу также использовать следующий способ. Вот, допустим, здесь у меня есть такой метод в диспетчере параметров. Когда я ввожу эту формулу, когда я ввожу эту формулу, я могу правой кнопкой кликнуть и добавить выражение косинуса, синуса, тангенса. Почему так? Почему я не пишу там синус с клавиатурой? Ну, мы же не знаем, в каком редакторе как правильно пишется функциональная зависимость. Даже на разных калькуляторах по-разному учитывается. Синус, косинус и так далее. А здесь, тем более, автокад, да? Поэтому можно вот так вот ставить, да? Там, например, на косинус 45 градусов. На косинус. А, 45 градусов – это константа. Ну, нужно здесь какой-то угол придумать. Например, так сделаю сейчас. Чушь собачью пишу на самом деле. Диа-2 разделить на диа-1. Вот. С точки зрения механики чушь, а с точки зрения автокада должно быть вычислено. Ну, что-то я, видимо, неправильно здесь... Ах, вот-вот, вот что я пропустила. Я пропустила умножить. Да. Вот. Вот в чем моя была ошибка. Да. Значит, тут вовсе не в косинусе дело. Вот, значит. Да, могу какой-то тут параметр такой придумать из комбинации. Ну-ка, 45, да. Вот, все-все-все. Все, нормально. Умножить, конечно, пропустила. И смотрю. Ну, аккуратно будьте с этими вот параметрами, да. Хотя синтекс был правильный, вот, умножить забыла. Множить добавить. И второй способ. И второй способ. Допустим, у меня должен быть диаметр первого колеса равен двум диаметрам второго колеса. Всегда. Да. Я могу зайти в диаметр первого колеса и вместо 600 написать 2 умножить на диа 2. Что тогда будет? Тогда будет вообще очень круто все, потому что меняя диаметр второго колеса, я сразу меняю и диаметр первого, и расстояние между ними, потому что у меня вот какой-то там невозможной формулы, и, значит, соответственно, вот такие вот формулы бывают в автокаде. Посмотрите, пожалуйста, еще раз, что там еще есть. Это вот внутри диспетчера параметров, внутри редактора формул, правая кнопка выражения. И вот у нас тут целая-целая куча всяких тригонометрических синус-посинус-тангенс-арктангенс, квадратный корень, экспонента, округление, модуль, максимум из двух, минимум, точнее, максимум, простите, из набора, да, значит, минимум из набора, натуральный логарифм. Произвольный, логарифм с произвольным основанием, степень, экспонента, ну, в общем, даже вон есть константы π и e для тех, кто там, допустим, будет через радианы вычислять углы. Или не только углы. Вот такие вот у нас выражения. Вот такие вот у нас выражения. Тоже имеются средства. Средства. Показать все зависимости, размерные уже на сей раз, скрыть все зависимости, размерные, ну, и вот после нанесения уже размерных зависимостей, я не могу сказать, что у меня там, да, что-то там будет само меняться, потому что даже если вы попытаетесь сами подергать, фиг, кто нам даст подергать. Здесь уже все серьезно. Хотите поменять размер, заходите и, соответственно, меняйте. Будет меняться вся конструкция. Конечно, вот это, плюс то, что, значит, при копировании у нас наблюдается вот такая вот тенденция к сохранению этих зависимостей, это очень здорово, потому что, ну, если я действительно инженер, который вот такие механические системы каждый день рисует, или там у меня стрелочные переходы, я это могу так даже не в два раза сократить свое время, а на раз в десять, скопировав вот эту одну конструкцию, поназадавав просто разный размер. Это что касается базового применения вот таких вот зависимостей. Сейчас я прямо вот делаю паузу на две минутки. Коллеги, я вас слышу, у кого есть микрофоны, у кого микрофонов нет, я вас не слышу, конечно же, естественно. Поэтому, пожалуйста, если есть вопросы, сейчас, потому что я еще продолжу сейчас рассказывать, да, сейчас какие-то вопросы есть, пожалуйста, их задать. Все в шоке, да? Все в шоке, и вопросов пока не имеется. Да? Ну, хорошо. Вот я советую вам еще разочек выделить цели вот этих вот параметрических зависимостей, да? Значит, первое – это создание связанных моделей, то есть связанных геометрически, да? Второе, как ни странно, исправление ошибок. В доске не буду говорить косяков, но могу сказать, да, исправление наших косяков. Вот. И третье – это, скажем так, не просто связанные модели, да, вот как в нашем случае мы рассуждали там. Я не хочу, чтобы эта точка смещалась, да? Хотя и первая, третья, первая, третья цель будет перекликаться, но выделю все равно третью цель. наложение законов механики или физики, да, или там каких-то еще таких вот законов технических на геометрическую модель. Потому что все-таки не стоит забывать, что компьютерная модель, она не всегда отражает законы механики. Вот если мы управляем зависимостями, то уже отчасти. Ну и, конечно, это включает в себя последнее, то, что я показывала, то, что мы можем связать формулой, допустим, два диаметра, расстояние, и так далее. Можно связать формулой. Это что касается вот наших вот применений. Чтобы удалить зависимость из какого-то объекта, причем и размерные, и геометрические, я могу применить такой жесткий способ, как вот выделить объекты и нажать на кнопку удалить зависимость. В этом случае все зависимости исчезнут совершенно бесследно, и эта модель уже никакими зависимостями не обладает. Наносить вручную зависимости является достаточно сложным процессом. геометрические зависимости могут быть нанесены автоматически. Автоматическое наложение геометрических зависимостей. Будьте внимательны. Здесь я хочу рассмотреть два способа, в рамках которых вы попадаете в это автоматическое наложение. Вы можете зайти в это автоматическое не случайно, и как это не смешно, зайти туда случайно. Что будет в том другом случае, тоже как бы вот сразу на второй способ, на то, что мы там не знали, а оно работало, тоже обратить пожалуйста, внимание. Есть такой режим, автоматическое наложение зависимости, он находится в нижней строке среди таких режимов, как ортогональность, полярное отслеживание, объектные привязки, вот где-то там. Но сейчас его здесь не видно. Почему? Потому что в 2015 автокаде строка эта разрослась достаточно серьезно, и разработчики решили, что пора ее всем настраивать. обратите пожалуйста внимание для 2015 автокаде сейчас идет не только о зависимости, вот вообще те кнопки, которых здесь не видно, могут быть включены, то есть их не видно, а режим включен. И те кнопки, которые здесь видны, могут быть включены, поэтому вот то, что у меня сейчас не работает автоматическое наложение зависимости, это спасибо инженеру, который поставил чистый автокад с базовым настройкам. Если бы кто-то сел до меня за этот компьютер, или я бы не посмотрела, когда села, я могла бы вполне получить эти геометрические зависимости включены. Чтобы узнать, работают ли у меня сейчас геометрические зависимости, я нажимаю на кнопку настройки всей нижней строки режима. Ищу, ищу, ищу подразумеваемые зависимости. Включаю подразумеваемые зависимости и посмотрите, как выглядит эта кнопка. Это вот такой вот символ, значит, один квадратик закрашенный, второй квадратик пустой. Ну, смысл сей аллегории, что происходит связь неких двух объектов, да, вот они нарисовали так, связь беленького объекта с черненьким объектом или наоборот черненького с беленьким. Вот. Это вот такая вот кнопка. Она сейчас серого цвета, то есть она выключена. То есть сейчас, если я не знаю, что такое зависимость, и не буду их трогать, сами они не появятся. Но если включить эту кнопку, я не буду дальше предлагать вам взять и скрыть ее, да, вот это было вообще очень хорошей шуткой, в кавычках хорошей шуткой, над коллегами, да, включить вот так подразумеваем зависимость и кнопку убрать с экрана, чтобы никто не знал, что они включены. Я не буду этого делать и показывать не будут такие гадости, вот, потому что, конечно, другой человек, когда сядет, он будет просто в шоке, потому что зависимости геометрические начнут накладываться сами собой. Давайте посмотрим на доску. Я рисую безобидный прямоугольник, а он у меня весь в каких-то значках. Я к этому прямоугольнику подрисовываю еще один прямоугольник, а он у меня опять весь в каких-то значках, и связь еще образовалась в углу. Я пытаюсь сдвинуть обычной командой и перевестить малый прямоугольник, как бы не так, что происходит, у меня начинает колбасить весь большой прямоугольник, причем он делает что-то невообразимое в попытках догнать маленький, потому что у них связан один угол. Вот так обычно случайно попавший в зависимости человек впадает в состояние паники. Коллеги, если у вас какой-то объект получил вот такую синенькую яркую точку и никак не хочет отодвигаться от другого, причина может быть только одна. Кто-то включил подразумеваемые зависимости, может быть вы, может быть не вы, но случайно включились подразумеваемые зависимости, и они стали самостоятельно накладываться на наши объекты. Казалось бы, просто ужас. Ужас что? Это надо никогда не делать, это надо вычеркнуть из работы. Ну, вы знаете, просто взяв один из наших примеров, который мы как-то с группой инженеров нарисовали, был у нас такой вот пример, именно у меня занимались конкретно конструктора, то есть обычно бывает группа смешанная, кто-то дизайнер, кто-то конструктор, ну и, естественно, идет программа стандартная, а тут были именно инженеры одного предприятия, у них была конкретная задача, что это была спецгруппа, специальный такой курс, есть у нас такая возможность, вот, и мы решали именно их задачу, нарисовали мы, нарисовали мы, ну, примерно вот такую вот штуку, сейчас я покажу вам из, ой-ой-ой, прошу прощения, это у меня хулиганит вебинар, я совсем забыла, что не запущен вебинар, вот, значит, я сейчас вам покажу пример аналогичный стандартный, чуть попозже покажу свой пример, который мы нарисовали, вот, и вот мы создали аналог вот такой вот несущей конструкции, который есть в стандартных примерах, вот, ну, тут придется долго рассказывать, да, вот таким вот образом, вот посмотрите, сколько зависимости, не слабо, да, и представьте, что все это наносить вручную, мы вручную это сделали, то есть связи вот эти вот, параллельности, коллинеарности, перпендикулярности, это вот мы все вот это накладываем вручную, это не 10 минут работы на самом деле, это же надо сначала подумать, как их поставить, да, так вот лихо я взяла стандарты, ну, вот там, параллельность, перпендикулярность, вообще-то хорошие надо подумать сначала, как их поставить, причем некоторые моменты, ну, скажем так, вот, посмотрите, пожалуйста, с этим прямоугольником, с двумя прямоугольниками, некоторые моменты достаточно сложно предугадать, вот кто сказал, что при перемещении маленького прямоугольника, большой будет вести себя именно так, а вот что надо сделать, чтобы он так вот не перекашивался, значит, надо наложить ему, может быть, горизонтальность, да, и тогда при движении маленького, что у нас будет? Вот как интересно, да, горизонтальность на стеночку наложили, большой прямоугольник перестал перекашивать, он стал растягиваться, ну, как, в принципе, и хотелось бы, может быть, какой-то механической задачи, да, вот, ну, и то же самое с вот этой вот балкой, в общем-то, есть некоторые такие неожиданные моменты, понятно, что все линии должны стыковаться друг с другом и не отрываться, но когда начинаешь работать с таким объектом, понимаешь, что ты о механике знаешь далеко не все, что надо, значит, думать и соображать в каждой конкретной задаче, поэтому и в учебниках так мало информации, поэтому вот тут у нас вебинар идет сейчас, да, потому что тут трудно дать рецепт, искать вот, ну, знаете, кликайте на эту кнопку, на эту кнопку, все получится, нет, здесь надо именно включать наш с вами какую-то логику и не только логику, а все пробовать, 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 значит, еще сейчас кое-что покажу, тоже из стандартных, тоже интересный очень пример, где-то он очень такой симпатичный пример, болты, тоже вот, кстати говоря, вот видите, и в стандартных примерах у автодеска тоже бывают интересные такие вещи, как интересно, тоже, значит, как-то подбирается там под себя тоже вот этот болт, если зайти, там целая туча каких-то зависимостей, ну, здесь геометрических зависимостей очень мало, здесь, в основном, какие-то размерные проставлены, да, здесь как-то вот не сделано, поэтому самый такой типичный пример это вот вот этот пример. Итак, куда же куда же применяют вот эти параметрические, геометрические размерные зависимости и как с ними работают, как с ними работают. Цель. Цель наложения зависимостей, цель наложения зависимости это создание сложных блоков. И вот тут уже очень важно тоже применять автоматические зависимости, потому что если я хочу создать, ну, простейший набор блоков, грубо говоря, квадратик, у которого будут меняться всего два размера, это то, что мы со всеми группами абсолютно делаем на занятиях, квадратик, у которого меняются два размера, все, высота и ширина, но мы уже с вами столкнемся с одной проблемой. Вот если я сейчас не буду накладывать две параллельности на стороны и две стороны сделать перпендикулярно, посмотрите, как он мне сделал. Я нарисовала при автоматическом наложении, сразу мне сказал, две стороны параллельно, попарно, и вот две стороны перпендикулярно. Вот если я не наложу эти зависимости геометрически, а просто нарисую прямоугольник, как мы обычно делаем, посмотрите, что с ним будет, если его тянуть. то есть даже при создании оконного проема с двумя параметрами длина и ширина, наложив только размерные зависимости, мы получим с вами вот такую некрасивую вещь. Потому что стоит нам только начать менять какие-то размеры, он у нас будет себя вести очень плохо. Ну и, конечно, я не собираюсь ради каждого вот этого прямоугольника, а у меня модель может быть гораздо сложнее, сидеть и думать, как бы тебя заставить быть не вот такой бесформенной фигней, а настоящим прямоугольником, что а давай мы тебе сделаем две стороны параллельными, он раз говорит, я трапеция, мы говорим, нет, а давай мы тебе две другие стороны сделаем параллельными, он говорит, а я тогда параллелограмм, мы говорим, ну и две стороны и должны быть перпендикулярны друг другу. А я тогда прямоугольник, но меня вот так перекосило. А, ну давай ты еще будешь горизонтальный, да? Ну а мне он, допустим, не нужен всегда горизонтальным, после этого действия я горизонтально смогу удалить. То есть вот для того, чтобы все вот эти действия не совершать, действительно, я бы сказала так, не лишнее, не лишнее будет иногда включать автоматическое наложение зависимостей. Причем, коллеги, вы можете управлять. Автоматическое наложение зависимостей настраивается. Если щелкнуть правой кнопкой мыши, правой кнопкой мыши, по значку этой зависимости и выбрать параметры подразумеваемых зависимостей, то вы сможете сами выбрать, какие из этих зависимостей вы хотите, чтобы накладывались автоматом, а какие нет. Вы можете оставить из них две, вы можете оставить из них три. Ну, одну не знаю, конечно, одну, наверное, совсем нерационально, но вот так вот одну-две, нет, одну не хочу говорить вам. Одну-две-три, там, допустим, пять зависимостей, да, вы можете настроить и будет, в общем-то, гораздо, ну, гораздо более по-вашему наложение этих зависимостей. Потом есть вот декоративные пара настроек, там, прозрачность панели, показывать или не показывать, да, или там скрывать их сразу, то есть вот. И вот такие вот настройки. То есть еще разочек посмотрите, пожалуйста, это не какая-то страшная кнопка, это вполне настраиваемая такая вещь. Правой кнопкой параметры подразумевают зависимость. Вот вполне настраиваемая такая штука. Если не хотите, то в любой момент ее можно выключить и спокойненько, нарисовав этот прямоугольник, сидеть, щелкать вручную вот по этим вот линиям. Вот посмотрите, пожалуйста, еще раз. Речь сейчас шла о наложении зависимостей геометрических способом автоматически. Значит, причина. Иногда довольно много зависимостей приходится накладывать, пусть некоторые хотя бы наложатся автоматически. Те, которые автокад не наложит, нам придется добавлять вручную, те, которые мы посчитаем лишними, нам придется удалять. Но речь идет о том, что автокад это может делать автоматически. Автоматически. А цель, цель такая, создавать достаточно сложные блоки. Ну, если вы откроете справочник по черчению, то вы наверняка увидите таблицы с размерами стандартных элементов. Вспомните свою специальность, вспомните свою специализацию техническую. Болты у нас бывают не все кратного размера, да, бывают разные длины стержней, разные размеры головки болта. Оконные дверные проемы у нас бывают не все пропорционального размера, да, а разные пропорции. То же самое с вот опорными конструкциями, несущими конструкциями, то есть вот эта вот балка. И вот посмотрите, пожалуйста, да, на обозначение. Высота, ширина плеча и, собственно, толщина. Да, и вот они в разных соотношениях. Чем я говорю? Нельзя просто так взять команду, масштаб, растянуть, отмасштабировать, растянуть, и все будет хорошо. Да, так нельзя. Придется разрушать этот блок все время. Если это, конечно, блок. И вот что дает нам параметризация внутри блока. Решим простую задачку. Задачка для первого класса. Есть оконный проем. Есть размеры. Ширина на высоту. 1200 на 1500. 1300 на 1500. 2000 на 1500. Я хочу создать блок, который будет менять эти размеры. При том, что второй размер у меня одинаковый во всех трех случаях, я никак не решу эту проблему ни растяжением, ни масштабируем. Ну, если вы скажете, а вот мы там сейчас подумаем, мы растяжение все-таки вляпаем, хорошо, я еще задам тогда такой вот блок. Вот это точно не решим, ни растяжение, ни масштабируем. Кроме того, вы знаете, что растяжение на блок не действует. То есть, чтобы применить команду растянуть, надо либо при вставке задавать параметры, либо через свойства блока действовать. А просто так его не растянешь. Ну и что я предлагаю сделать? Первое, я хочу предупредить всех, кто сейчас меня слушает, о следующей особенности. Значит, геометрические зависимости и снаружи, и внутри блока одни и те же. Размерные зависимости, поскольку это именованные объекты, помните, я обратила ваше внимание, я говорю, смотрите, мы скопировали детальку, и имена зависимости поменялись. Помните? Я вас об этом сразу предупредила. Так вот, поскольку размерные зависимости именованные, зависимости размерные вне блока и внутри блока делают совершенно разными командами. Если я сейчас наложу зависимости размерные, а потом сделаю из этой конструкции блок, ничего у меня работает не станет. То есть, стратегия такая. Сначала я делаю блок. Указываю обычные параметры, базовую точку. Так, что у меня случилось такое с мышкой-то? С мышкой что-то у меня случилось. Ну да ладно. Вот, указываю блок. И потом я открываю этот блок в редакторе блоков. И уже смотрю в редакторе блоков. Очень важно еще раз понимать, я не шучу абсолютно. Внутри блока мы видим панель геометрические зависимости. Внутри блока мы видим панели размерной зависимости. Да, геометрические зависимости один в один, как снаружи. А размерные-то совершенно другие команды. Вы скажете, ну чем же они отличаются? Цветом замочка. Вот кнопки отличаются цветом замочка. Но это совершенно другие команды. Представьте себе. Смешно. Ну вот. Я тоже, когда первый раз делал, я очень удивилась. Думаю, почему же такие строгие рекомендации. Ну давайте порассуждаем. У нас каждый блок, по сути дела, это чертеж внутри чертежа. Не так ли? Если бы вот эти вот параметры, да, которые все поименованы там D1, D2 и так далее, если бы они перекликались в разных блоках, нарушилась бы суверенность блока. У нас каждый блок – это отдельный элемент, который живет сам по себе внутри чертежа. Поэтому, конечно, здесь совершенно другие команды, и надо к этому внимательно относиться. Накладываю две простейшие линейные зависимости. Раз. И вторая – два. Что мне было лично не очень приятно, когда я их первый раз выносила. Первый раз в 2010, если я не ошибаюсь, году я это сделала. И я посмотрела, думаю, параметры, наверное, G1, G2, да. К сожалению, нет в русском автокаде параметры линейных и других размерных зависимостей. Все по-русски называются. Линейные зависимости – это русская D1, русская D2, которая похожа на чертеж, что. Поэтому сразу советую, сразу советую. Сходите в диспетчер параметры. Вот, поставили какие-то размерные зависимости, да, сразу внутри блока сходите в диспетчер параметры. Здесь, по крайней мере, написано понятно, как. И здесь вы их можете переименовать. То есть не нравится мне, что по-русски, не нравится мне, что там так-то, да, значит, я могу написать и по-английски, и по-другому, и как хочу. Ну, допустим, я напишу по-русски, опять же, но только параметры A и параметры B. А по-русски можно? Можно. Можно. А по-английски можно? Можно. Хоть по-китайски, если нам так будет удобно, единственное, что внутри параметра не должно быть пробел. Вот, например, там параметр из двух слов с пробелом – это уже не годится. Параметр должен быть, ну, несколько букв может быть, да, но без пробелов, конечно же. Вот. Я, естественно, могу делать комбинации из этих параметров и делать здесь новые параметры, которые у меня, так скажем, будут не геометрические, а какие-то вычисления. Например, хочу, чтобы считалась площадь. Ну, здесь сверху есть такая кнопочка в диспетчере параметров, называется «Добавление пользовательской переменной». Вот она. И он мне говорит, говорит, пользовательские параметры, да, площадь. Я могу прям так и написать. Площадь. А могу написать S латинское. Во второй параметр, во второе окошечко я могу вписать выражение. А умножить на B. Я писала по-русски, значит, здесь я пишу тоже по-русски. Если я параметры называла по-английски, значит, я здесь написала по-английски. То есть все зависит от того, как я называла параметры. И вот, посмотрите, он ничего насчитал такой радостный. Ну, проверить трудно. Я вот не рискну это умножать в уме, да, поэтому пока вопрос в том, правильно ли он посчитал, остается открыт. Дальше, дальше я хочу сказать. Я специально для вашего внимания пошла сложным неправильным путем. Вообще-то нормальные люди рисуют оконный проем примерно того размера, которого, собственно, будет окно. Да, я же тут прям вот аж в сто раз, наверное, меньше нарисовала эти размеры, поэтому не знаю, что у меня сейчас с ними будет. И для того, чтобы привести это окно в соответствие, я сейчас начну задавать одну из парочек, да, размеров. Сколько у меня там было первое-то? 1200 на 1500, да, 1200. 1200, он мне так, раз, это окно во все стороны. А здесь вот двойное щелчет. 1500. У меня два окна во все стороны. Тут, конечно, конечно, чтобы сохранить свою психику здоровой, надо было, конечно, сразу это сделать. А вот ничего, что размеры так съехали, нет, это тут не имеет значения. В размерную зависимость я могу ввести только одну константу или формулу одновременно. То есть один параметр, если у меня только зависимость, может принимать единомоментно только одно значение. Но зато мы можем уже сказать, что площадь считается правилой. А как же тогда сделать вот такую таблицу наборов значений? И вот тут мы доходим до самого интересного в нашем вебинаре. Команда таблицы блоков. Именно для этой команды были созданы все вот эти танцы с параметрами, чтобы наконец-то в автокаде создавать вот такие истинно параметрические объекты. Таблица блоков работает очень просто. Кликаете на эту кнопочку и указываете мышкой положение будущей ручечки, которая, собственно, будет приводить к раскрыванию списка. Задаете число этих ручек, ну, допустим, одна, и получаете диалоговое окно, в котором настраиваете таблицу блоков. Значит, плюс fx – это добавить существующий параметр. Солнышко fx – это создать совершенно новые параметры. Ну, плюс fx работает очень просто. Беру плюс fx. У меня три параметра. Все их выделяю. Все. Нажимаю «Ок» и они все добавляются. Добавляются как заголовки столбцов. Потом я, как в Excel или в Access, начинаю вписывать значения этих столбцов. Могу задавать подряд по столбику. Могу задавать, вот как я задаю, да, значит, левый столбик, правый столбик. И справочник переписываю, все эти параметры. Смотрю, как у меня офигенно считается площадь, прям замечательно все. Ну, и нажимаю «Ок». Вот она, синенькая ручечка, голубенькая ручечка, которая у меня обозначает место положения таблиц блоков. Что это будет за действие? Давайте посмотрим. В моем блоке, в моем блоке. Блок, отойди, пожалуйста, от всех наших объектов. Мы тебя уже потеряем сейчас. В моем блоке получилась вот такая вот ручечка, из которой выпадает список. Ну, как-то, конечно, с таблицей тут все по-дурацки вышло, но когда я выбираю одну из строчек, все-таки меняются параметры. Причем странно так. Вроде бы один параметр написан, а меняется сразу два. А для того, чтобы все было так же культурно, как вот в этом примере стандартном, да, вот, вот как здесь, да, вот так вот культурно, красиво, что тут вот там какое-то слово там, да, а тут вот прям вот обозначение. На самом деле применена военная хитрость. Это не какие-то суперавтокэдовские вещи, а это просто называется, человек влюбил свой блок, который создал, вот здесь в том числе. Значит, делается это таким образом. В редакторе блоков открывается ваш блок, и не поленитесь, а добавьте еще одну, еще один параметр. Таблица блока в одном блоке может быть только одна. Поэтому вот эта кнопка, таблица блоков, она как создает, так и потом все время редактирует. Эту же таблицу блоков. То есть на нее нажимаем и для создания, и для редактирования. Значит, возвращаемся в знакомое окошко, куда мы забивали параметры. И я вот говорю новые параметры. Новые параметры. Имя этого параметра будет отображаться у меня в списке, поэтому я пишу что-нибудь умное, ну, например, ГОСТ. Значение этого параметра меня пока не интересует, а вот насчет типа параметра, тут придется вспомнить курс либо школьного, либо институтского программирования, который вы, наверное, проходили, или математику хотя бы вспомнить школьного. Помните, как у нас были числа целые, натуральные, потом вещественные, комплексные. Помните? Вот это что-то из высшей математики. Ну, в общем, в автокаде все очень просто. Скажу по секрету. Вот вещественное расстояние, площадь, объем или угол, большой разницы нет, потому что что вещественное, что другие вот эти вот параметры, они, в принципе, числа. Да, они из числа. А вот последнее слово строка, вот это вот совсем другое дело. Вот строка, обратите, пожалуйста, внимание. Если я хочу, чтобы у меня были текстовые пояснения, я должна выбрать тип этой перемен строка, иначе она не будет у меня работать как текстовое пояснение. Будет ждать какое-то число. Ну, а коль скоро я объявляю строка, появляются у меня строчки, вот здесь, как говорится, пишите все, что хотите. Там, например, могу написать, там, допустим, ширина 1200, там на х высота, да, 1500, вот. Могу здесь какие-то там полностью слова, значит, да, добавлять. Могу даже чушь какую-нибудь написать собачью, да, вот. Ну, конечно, сейчас меня строители поругают, скажут, ты что, пишешь, вообще-то там по-другому обозначается. Ну, поскольку я не строитель, честно, в этом признаюсь, я скажу, не ругайтесь на меня, я просто говорю вам о том, что может автокад, да. Вообще-то, конечно, хорошо бы это все делать правильно и по ГОСТу. Смысл в чем? Здесь все отводится на наш контроль. Как мы напишем, как мы обозначим, это нигде не зависит никаких правил. В соответствии с ГОСТом, значит, мы молодцы. В соответствии с какими-то нашими предпочтениями, значит, мы тоже молодцы, но это уже совсем другая история. И вот порядок, следование этих столбиков тоже, значит, имеет такое значение. Какое? Первый столбик. Первый столбик всегда будет отображаться в той менюшке. Поэтому я мышкой, просто мышкой, левой кнопкой, захватываю этот столбик и перемещаю его в крайне левую позицию. Нажимаю ОК. Закрываю редактор блока, сохраняю изменения в редакторе. Ну, что у меня теперь получилось? Видите, как интересно. Культурные строчечки. Все, конечно, и я тоже очень хотел, чтобы у меня прям автокад бы собирал эти значения, да, и их вписывал там, ну, как переменные. Но, к сожалению, это пока невозможно, а возможно только так. Так, сами написали, сами сделали красивые вот эти вот параметры и сидим, наслаждаемся. Чтобы проверить, не наврали ли мы вот здесь, чтобы проверить, сильно ли мы врали или не сильно, всегда у пользователя есть возможность найти таблицу свойств блока. Это не то окошко, которое внутри блока, потому что здесь ничего нельзя редактировать. Здесь можно только посмотреть, сравнить, посмотреть, сравнить, посмотреть, сравнить. Да? Здесь мы ничего редактировать не сможем. А при попытке туда куда-то кликнуть, да, вот, видите, она просто у меня исчезает. Она устанавливает вот эту строчку, и сама табличка исчезает. Устанавливается параметр, табличка исчезает. Вот. Ну и, соответственно, это для самопроверки. То есть вот соответствие того, что написано параметрам, которые реально заданы. То есть вот это уже реальные параметры, те наши, которые были столбиком. А это вот наши словеса красивые. Проверить – пользователь сможет обманывать, не рекомендую. Вот, проверить – пользователь сможет. Но все равно вот здесь какие-то красивые слова можно добавить. Вот. Ну а, собственно, редактировать, да, это редактор блоков. И вот еще раз повторю, тоже очень плохо запоминается сама всегда, так скажем, ну не то, что с трудом, потому что я это достаточно часто делаю. А вот если бросить, не заниматься там пару месяцев, да, хотя мне так не получается, но если бы я могла, я бы, наверное, тоже забыла, что таблицы блоков редактируются той же кнопкой, что и создается. Вот. Ну и что я еще хочу сказать. Если мы вспомним о том, что все наши параметры могут содержать формулы, то я могу и площадь отобразить, допустим, в метрах квадратных, благодаря вот такому множителю. Все. И вот теперь у меня уже прямо совсем получается культурный блок, в котором еще и площади считаются в соответствии с моими вот какими-то предпочтениями, да. То есть в данном случае метр квадратных. Вот такой вот у меня получился блок. Вот такой вот у меня получился блок. Я сейчас еще покажу, какую модельку мы, собственно, сделали на занятиях, да, там потратили время много достаточно, чтобы ее сделать. Это вот наш двутавр. Он чуть посложнее, чем вот этот. Вот этот двутавр стандартный, автодесковский. А сейчас покажу вам наш. На буквально три секундочки записи выключу, чтобы найти сейчас вот флешки, покажу вам. И пока, пожалуйста, сформулируйте ваши вопросы, которые по этому вебинару у вас, может быть, сейчас возникли. Сформулируйте их, пожалуйста. Сейчас будете смотреть на открытие двутавра и подумайте пока на этот вопрос. Вот такой вот страшненький у нас получилось, на первый взгляд страшненький, да. Вот этот двутавр. Ну вот, тут тоже как бы тянется, да, здесь тянется, радиус, да, ну тут вот он меняется, двигается еще. Кое-что здесь не подделано, но смотрите на количество зависимостей. Тут у нас куча-куча-куча-куча зависимостей. Что-то там случилось, таблица блоков, она не заполнена здесь. Вот, ну вот. Показать все. Другой немножко путь, не такой, как у Автодеска. Здесь, наверное, мы побольше их задавали, потому что вот хотелось очень сделать именно там симметричный, чтобы он не перекашивался, никуда там не залазил. Обычно все начинается вот с такой таблицы ГОСТов. Но кто помнит формулу вычисления момента инерции и другие параметры, можете, конечно, добавить такой блок. И вот, да, диспетчер параметров, да, значит, добавить параметр, который будет вычислять момент инерции, да, и здесь вот формулу момента инерции и другие вот эти вот параметры задать. И будет он у нас как справочник работать. Уже не надо будет вот это все вычислять. Вот, а будут вычисляться параметры, собственно, вот эти вот. Ну и потом проверить, совпадает или не с ГОСТами. Вот это вот, если хотите прям-таки заняться. Ну, это, конечно, каждый из вас. Я хочу сразу предупредить, попросить, да, предложить и так далее. Может быть, не обязательно сразу такие вот вещи делать, потому что это достаточно долго по времени. И в таком вот блоке еще потом приходится писать инструкцию, как его использовать. Потому что он такой вот, видите, да, там, оп, и что-то там оторвалось. Надо что-то там подредактировать еще. Вот. То есть он такой достаточно сложный. Я советую начать с чего-нибудь простого. Взять, допустим, хотя бы вот один вариант, да, такой, два варианта. И всю сразу таблицу куда-то там вгонять. Попробовать, посмотреть, работает, не работает. И, конечно, делать это только с той моделью, которую вы знаете. То есть, допустим, если ваша специальность не несущая конструкция, то, конечно, вам будут неинтересны эти балки. А если ваша специальность, допустим, вот такие вот кинематические схемы. Вот тоже можно попробовать, да, схему, которую будет предлагать разные наборы диаметров, разные наборы расстояний. Ну, так же будет попадать, как из этого проемчика, ну, только не ширина, высота, а, допустим, по радиусу и расстояний. На этом точно все, что я вам хотела показать. Яна сегодня показала. Пожалуйста, ваши вопросы чатам задавайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова